В эфире своего ТВ программа ОКО Государева, совместный проект телеканала и прокуратуры Ставропольского окраина. Меня зовут Александр Бакалюк. Здравствуйте. Сегодня поговорим о предупреждении коррупции. Ведь если механизмы профилактики коррупции дают сбой или сознательно не реализуются полномоченными лицами, то противодействие коррупции переходит в сферу борьбы с ней. Особая роль в пресечении коррупционной преступности, конечно же, отведена органам прокуратуры. Об этом поговорим сразу после новостей ведомства. Прокуратурой города Ставрополя поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Судом установлено, что в сентябре 2019 года женщина грубо нарушила правила дорожного движения и насмерть избила пешехода на проспекте Кулакова. Суд назначил виновным наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселений с лишением водительских прав на три года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования на возмещение морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму полтора миллиона рублей. В ходе проверки прокуратуры Труновского района установлено, что сразу в четырех помещениях муниципалитета отсутствует оборудование для малоподвижных групп населения. Входы в помещения объектов социального назначения не обеспечены пандусами, а также отсутствуют тактильные указатели для инвалидов по зрению. В связи с выявленными нарушениями четыре индивидуальных предпринимателя привлечены к административной ответственности. В настоящее время ими принимается комплекс мер, направленных на обеспечение социальных объектов пандусами, фактическое устранение нарушений законодательства о социальной защите прав инвалидов на контроле в прокуратуре района. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем программу. Сегодня у нас в гостях начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ставропольского края Евгений Дашкевич. Напомню, говорим о коррупции. Евгений Дашкевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ставропольского края. Старший советник юстиции. Окончил Ставропольский государственный университет. В органах прокуратуры с 2003 года. В занимаемой должности с декабря 2011 года. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Коррупция у нас в центре внимания все чаще, чаще и чаще. И, наверное, хотелось бы начать диалог с точки зрения роли правоохранительных органов по борьбе с коррупционной направленностью. Какова она? Противодействие в целом коррупции – это системная поэтапная деятельность органов государственного муниципального управления, учреждений, организаций, направленных на предупреждение коррупции. Если же элементы профилактики коррупции дают сбой, то либо сознательно не выполняются уполномоченными на то лицами, на смену противодействия коррупции приходит борьба с ней. В этой связи именно правоохранительные органы наделены полномочиями не только по предупреждению коррупции, так называемой профилактики коррупции, но и пресечению коррупционной преступности. Основную роль в пресечении коррупционных преступлений, конечно же, играет прокуратура, которая, являясь в соответствии с федеральным законодательством, координатором всех правоохранительных органов, включая ФСБ, МВД, Следственного комитета, Федеральная служба исполнения наказаний. Кроме того, в рамках своих полномочий прокуроры вправе самостоятельно в ходе надзорных мероприятий установить признаки уголовно наказуемого деяния и инициировать уголовное преследование лиц, совершивших коррупционные преступления. У всех задачи разные, но цель у нас одна – противодействовать коррупции, бороться и выявлять преступления. Методы выявления, конечно же, различные. Это и анализ, это и гласные, и негласные мероприятия, ну и, конечно же, следственные мероприятия, которые проводят следователи. Следует отметить, что в целом взаимодействие между правоохранительными органами позволяет эффективно не только бороться с коррупционной преступностью, но и выявлять имущество, нажитое преступным путем, а также методами профилактики добиваться увольнения лиц из утраты доверия за совершение коррупционных правонарушений. Ну, как вы уже и сказали, борьба с коррупцией и противодействие коррупции – это все-таки работа не только органов прокуратуры края, но и других правоохранительных органов. Вы работаете все вместе, так сказать, связкой. Можете ли вы привести какой-то, ну, так скажем, яркий пример эффективной совместной работы? Безусловно. В рамках межведомственных рабочих групп мы взаимодействуем с правоохранительными органами. Приведу пример. В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра дорожного хозяйства края установлено, что чиновник осуществил строительство элитного частного домовладения в городе Ставрополье стоимостью, по оценкам экспертов, более 78 миллионов рублей. С целью скрыть данное имущество, указанный объект недвижимости был оформлен на третьих лиц. Мы проверили доходы и чиновника, и доходы третьего лица, и установили отсутствие финансовой возможности для того, чтобы построить данное домовладение. В этой связи по иску прокурора края указанный объект недвижимости взыскан в доход государства. А если говорить о коррупции и о каких-то показателях, да, вот уже как бы восьмой месяц закончился 2020 года, есть какие-то показатели на сегодняшний день? Безусловно. Можно сказать, что в текущем году за 8 месяцев цифры говорят о достаточно эффективной работе всей правоохранительной системы в крае, направленной на противодействие коррупции. Я приведу статистику, что в текущем периоде зарегистрировано 450 преступлений коррупционной направленности в крае, что на 10% больше, чем в прошлом году. Из них 84 факта получения взяток, в том числе 21 факт получения взяток в крупном размере и 7 в особо крупном размере. Средняя сумма взятки на сегодняшний день, получения взятки в крае составила 1 миллион 390 тысяч рублей. Правоохранительные органы также документировали деятельность и граждан, которые пытались за денежное вознаграждение подкупить, как говорится, должностных лиц. Какие-то услуги, да, за их? 97 таких случаев было передачи взятки, дачи взятки. Средняя сумма составила 170 тысяч рублей. Также в крае регистрируется и мелкое взяточничество. Это когда передаются, получается или передаются взятки на сумму до 10 тысяч рублей. Таких у нас, как я уже сказал, 134 случая. В основном, таким, можно сказать, бытовой коррупцией занимаются граждане, которые передают денежные средства. В данном случае, вот в текущем году, за получение группы инвалидности, за освобождение от административной ответственности. Ну и также имеются и студенты, которые также пытались передать денежные средства преподавателям. Сколько вообще дел коррупционной направленности, да, понятно, что их бывает множество, как вы уже сказали, есть разные направления коррупции. Сколько таких дел передается в суды и вообще какие правоохранительные органы это делают, этим занимаются? Как я уже сказал, на сегодняшний период порядка 120 уголовных дел передано у нас в суд, расследовано и передано. Основную долю из этих дел расследованы следователем Следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю, примерно 60%. Я могу привести типичные примеры и вообще возбуждение уголовных дел. Ну хотя бы один-два. В текущем году расследовано и направлено уже в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника МЧС края, который при получении, получил взятку в рамках исполнения госконтракта за содействие по контракту в крупном размере. Также не менее резонансом является уголовное дело в отношении бывшего также министра строительства архитектуры края, который также в рамках госконтракта получал взятки в особо крупном размере, злоупотреблял полномочиями. Дело в настоящее время расследуется следователем Следственного управления Следственного комитета по краю. Мы направили уголовное дело также в отношении гражданина, приведу пример, который пытался передать взятку в размере 20 миллионов рублей сотруднику УФСБ России по Ставропольскому краю за прекращение проведения проверок в рамках ФЗ и ОБРД подконтрольных ему фирм. Уже сегодня вынесен приговор, лицо осуждено к реальному лишению свободы. Следует отметить, что не только он понес наказание, но и те юридические лица также по постановлению прокурора края привлечены к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса об административных правонарушениях, а именно незаконная передача вознаграждения от имени юридического лица. Им назначено наказание в виде штрафа по 20 миллионов рублей каждому. Кстати, одно юридическое лицо уже даже оплатило данный штраф. Также в августе месяце мы направили в суд уголовное дело в отношении 11 членов организованной преступной группы, которая мошенническим путем похищала бюджетные средства при закупках Министерством имущественных отношений края жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ущерб составил более 5 миллионов рублей, в связи с чем прокуратурой края также предъявлен иск в суд о взыскании данной суммы денежных средств. Ну, таких примеров, я понимаю, очень много, их можно долго приводить. Что касается вопроса такого характера, по поводу бюджетных средств, есть ли на сегодняшний день уголовные дела по факту неправильной траты или хищения бюджетных средств и бюджетных средств именно в рамках реализации каких-то национальных проектов? Вообще реализация национальных проектов находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре, и в прокуратуре Ставропольского края, да и во всей правоохранительной системе. На сегодняшний день в крае возбуждено 6 таких уголовных дел, 2 из которых возбуждены на основании постановлений прокуроров. Так, например, прокуратурой Ленинского района города Ставрополь была проведена проверка и установлено, что должностные лица-подрядчики произвели замену поставляемого оборудования, завысили стоимость этого оборудования, заказчики этого не увидели, и тем самым была оплата, необоснованно переплата на сумму более 700 тысяч рублей. Еще одним примером эффективной работы, как раз совместной работы правоохранительных органов, в данном случае ФСБ по Ставропольскому краю и Главного управления МВД по Ставропольскому краю, которые задокументировали деятельность заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа, который в рамках государственного контракта, заключенного в рамках национального проекта «Демография», за способствование, за содействие выполнения условий контракта, получил взятку 3 миллиона рублей. Данное лицо взято под стражу судом, ну и, соответственно, на настоящее время проводятся следственные действия. Евгений Владимирович, спасибо вам большое за беседу, спасибо за ваши ответы, ну а мы вам желаем успехов по борьбе с коррупцией. Спасибо. Спасибо за то, что пришли к нам в гости. Ну что ж, дорогие телезрители, это была программа «Ока Государева». Оставайтесь на своем, увидимся ровно через неделю. В студии была Александра Бакалюк, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»